Здравствуйте, близнецы! Это недельный расклад для вас, неделя с 26 октября по 1 ноября. На этой неделе я делаю привычный, обычный расклад, как я всегда делала. Значит, начнем с дома семьи. У вас здесь, королева Жезлов. Сегодня я использую Таро Царство Фэнтези. Ну, о колодах всегда можно под моими видео почитать. Королева Жезлов дома. Ну, что может быть лучше? Потому что это замечательно. Во-первых, это все в порядке дома, да? Потому что энергия королевы Жезлов, когда там все на местах, все сделано как надо. Причем не всегда делает это она непосредственно сама. Она иногда, она сама иногда делает, но она часто и людей привлекает. То есть, как бы домашних, чтобы типа давайте, давайте. Но там все в порядке, на местах, все как надо. Потому что она очень-очень хорошо как раз с этим всем управляется. Очень энергичная, очень сообразительная, такая обаятельная. То есть, даже если вы мужчина, энергия королевы Жезлов позволяет как раз все сделать по уму. Быстро, легко, слаженно. То есть, никаких не возникает спотыкачек, запинок. И, в общем-то, таким хозяйским взглядом окинув, что надо сделать. Там все делается легко и хорошо. В любви и отношениях семерка мечей. Здесь мы видим воина, который, я не знаю, как это оружие называется, по правде говоря. Ну вот, для меня это какой-то бумеранг с ножами, который запускает, а потом он возвращается. Семерка мечей на отношения, конечно, на чувство, не самая лучшая карта. Может говорить о нечестности, например, со стороны партнера. Не обязательно речь идет о треугольниках и других геометрических фигурах. То есть, здесь может быть просто какая-то нечестность. Попытка уйти от важного разговора, например. Попытка, не знаю, там, обмануть, улизнуть. Отсутствие искренности может быть. Но, к сожалению, это, и может, это трудно сказать, кто пытается. То есть, вы это пытаетесь или ваш партнер пытается. Ну, если вы пытаетесь, ну, не знаю, там, что-то такое неблаговидное сделать, то надо понимать, что влюбленные перевернутые в антисовете, да, это неправильный выбор с тяжелыми, далеко идущими последствиями. Надо это помнить. Ну, а если вас пытаются как-то охмурить, ну, по семерке мечей бывает, что это и, собственно, вскрывается. То есть, когда мы узнаем, то есть, это может быть так, что мы узнаем о чьей-то неискренности, да, или о чьем-то обмане, или о чьих-то попытках там что-то выкрутить как-то непонятно. Потому что мечи, ну, это не та карта, которая у нас на любовь-чувство должна быть. Слишком много изощренных мыслей в этой карте. Работа. Король кубков. Здесь, во-первых, вы можете на этой неделе взаимодействовать, да, или как бы это будет такое ключевое яркое событие, которое у вас будет на этой неделе, с человеком, которого символизирует королем кубков. Это человек, который может быть, ну, как, то есть, его эмоции внешние, они могут иногда не соответствовать его сути. Как в том смысле, что он ведет себя очень, там, ну, не знаю, там, типа такой заботливый, а на самом деле ему вообще все равно. Либо наоборот, он лицо кирпичом, а на самом деле вы ему не безразличны, он хочет вам помочь и так далее. То есть, такой человек, который скрывает свои эмоции. Человек властный, то есть, который любит, так сказать, своей властью над людьми немножко попользоваться. Неоднозначный персонаж. Может быть, это вы будете скрывать свои эмоции. Потому что здесь, видите, как на заднем плане свободно, ой, тихие воды, спокойно, и кораблик плывет там, все, тишь да гладь, в общем-то, все нормально. А здесь такие очень бурные волны бьются, да, перед, то есть, оскалы перед троном этого короля. То есть, поэтому могут быть первое колебание настроения, и это будет касаться вашей работы. То такое воодушевление потрясающее, то там в обратную сторону понесло. Или вы сталкиваетесь с человеком, которого как бы показывают королем кубков. У вас вообще одни тут короли и королевы. В финансы королева мечей, ну, скажем так, если вы один человек, ну, мужчина или женщина, близнецы, распоряжаетесь своими финансами, то это просто говорит о очень здравомыслящем подходе к деньгам. То есть, королева мечей, она исключительно логична, она все, любую ситуацию, она как бы туда эмоции не подключает. Она пользуется чисто умом, логикой, то есть, грамотный подход к деньгам по королеве мечей, все-таки это хороший подход. А для тех, кто в парах, вот если вы женщина-близнец, то, может быть, вы будете строжиться в плане денег. И кого-то там призывать, как говорится, к порядку, там, говорить, нет, мы на это тратить не будем. Куда ты делал вторую половину зарплаты, что-то в этом духе. Потому что она очень строгая, она такая строгая, все видит, такая проницательная. То есть, другим она может показаться, такая, типа, у них такая язва. Вот. То есть, у меня все-таки, что это, то есть, если вы в паре, то есть, если вы женщина-близнец, то вы будете строжиться. Если вы мужчина-близнец, то ваша женщина может быть такая вот требовательная на этой нити, что касается финансов. Совет карт. Король Пентакли. Король Пентакли, конечно же, во-первых, для решения разных вопросов надо использовать все свои возможности. Где-то даже власть, авторитет. То есть, обдумывать ситуации, просчитывать, может быть, какие-то моменты решать с помощью и знаний, и денег. То есть, быть более практичным, я бы сказала, и осторожным. Потому что король Пентакли, он как раз достиг таких, такого благополучия за счет своего, вот, своего такого природного чутья на деньги, нюха, так сказать, на деньги, и за счет того, что он очень осторожен. Он как-то так просматривает ситуацию именно с практической точки зрения. То есть, не витает в облаках, он... Ну вот, человек, которому деньги липнут, потому что он как раз именно умеет их почуять, так сказать. Умеет быть осторожным, умеет решать разные вопросы, потому что он смотрит... Он реалист, реалист, короче. Будьте реалистом. Антисовет. Влюбленные и перевернутые. Прямые влюбленные, вот и колоть. Вот такие. В антисовете перевернутые и влюбленные, это может быть первое, вас предостерегают от неправильного решения, неправильный выбор, который вы можете сделать, и выбор-то существенный, по старшему аркану влюбленные, который, ну, можно как опрометчиво сделать, и он будет, естественно, иметь какие-то далеко идущие последствия на несколько месяцев, несколько лет, но не очень хороший. Опять-таки, как бы, предостерегают от любовных треугольников, потому что, может быть, по семерке мечей это может каким-то образом всплыть, в том числе. Вот. И король Пентакли, как совет, это еще и решительность. Он практичный, реалист и такой, ну, твердый человек, который вот окинул взятым ситуацию, и он решительно действует. А здесь, может быть, нерешительность. И это в антисовете. Так что, дорогие близнецы, я желаю вам прекрасной недели, удачи во всех делах, гармонии в любви. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин